Всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня мы отправляемся в западную часть города, в Петровский район. Будет влог на колесах. Покажу вам центр города, Кировский район, а также Петровку. Посмотрим на состояние дорог, загруженность трафика. Ну а с вас, как всегда, лайки, поддержка. Друзья, каждый раз поддерживайте меня. Вы вот сейчас смотрите, ну вам же ничего не стоит нажать на палец вверх. Для меня это будет приятно. Также не забывайте писать комментарии, как вам Донецк весной. К сожалению, еще листочки у нас не распустились. Еще как-то все серо, пасмурно, но уже по весеннему тепло. Усаживайтесь поудобнее. Сегодня у нас будет разговорный влог. Я думаю, вам понравится. Поехали! Интересно всем влоги. Я в прошлом году записывал приблизительно такой же формат выпусков, только иногда комментировал, иногда просто музычку накладывал. Большинству людей нравятся выпуски, когда я что-то говорю. Это у нас по левую сторону Донецкий национальный университет. Что касается бензина, 46 рублей 5, 44, 2, дизель 51. И вот мы выезжаем на улицу университетскую. Только одностороннее движение в сторону железнодорожного вокзала. Единственная полоса, которая едет в сторону южного, это полоса для маршрутных транспортных средств. Поэтому на ней нельзя ехать в сторону южного. Вот вам и загрушенность трафика. Время сейчас утра, машины идут одной чередой. А вы, как всегда, напишите, людей здесь нет, никого нет. Ты один ездишь, это все выдумки. Ну, пусть так и будет. Вам же от этого не легче, что вы напишите. Я знаю, хейтеры, вы меня смотрите, поэтому также вам большое спасибо за поддержку, за вашу активность. Без вас не так продвигаются ролики. Что касается проезда в общественном транспорте, в маршрутках 10-11 рублей, в троллейбусах 6 рублей, ну и в автобусах муниципальных. Еще в Донецк завезли новые автобусы. Их потихоньку меняют взамен старых. Справа мы проезжаем южный автовокзал. Отсюда можно уехать практически везде. Приходите, покупаете билет, и через день, на следующий день, можете отправляться, куда вам только нужно. Проезжаем цирк. Может быть, этот влог не будет сильно интересен тем, кто здесь живет, но меня очень много людей смотрят не только с Донецка, а из других стран, городов. Поэтому делаю такие выпуски. У меня есть отдельный плейлист на канале. Там я подразделил Донецк на районы. И поэтому, кому интересно, вы можете всегда зайти в этот плейлист и посмотреть тот или иной район, если я был в том месте. Проезжаем мы обжору и выдвигаемся уже в сторону ОЦКБ. Здесь всегда интересное такое местоположение. Летом, даже в дождливую погоду, очень здесь скользко. Поэтому много ДТП. Кто не знает, то будьте аккуратны. Плитка вроде бы ровная, но дело в том, что она очень гладкая. И сцепления колес с дорогой практически нет. А здесь у нас, как всегда, коммунальщики что-то делают с самого раннего утра. Как бы поток машин идет сплошной. Единственное, что светофоры это все дело регулируют. По левую сторону у нас тоже большой храм Петра и Февронии. У меня есть за нему выпуск. Кому интересно, как он выглядит внутри. Название ролика О боже, Донецк сегодня. Вот такое интересное название. Этот ролик уже набрал свыше полмиллиона просмотров и идет дальше. Что касается транспортных средств, то в сторону Петровки ездят также 42 автобусы 42А до психбольницы на 14-й. Вот так ее называют. Здесь всегда была вкусная шаурма. Я не знаю, как сейчас с этим обстоят дела, но постоянно в свое время лет 6-7 назад многие здесь, да и я, приезжал и покупал вкусную шаурму. Выезжаем мы в сторону Мариупольской, Ждановской развилки. Туда дорога выходит в сторону Мариуполя. Направо мы будем поворачивать наверх в сторону площади Свободы. А справа у нас дорога тоже есть. Туда можно выехать в сторону Азотного. Здесь раньше был автосалон Порш, а сейчас там продают тоже машины, но бэушные и СДО. Также во всех автосалонах можно приобрести машину, оформить ее и кататься. Также есть недвижимость. Кому интересно, у меня постоянно задают этот вопрос, как купить квартиру в Донецке. Вы находите квартиру, приходите с паспортом к тому человеку, которому вы хотите купить квартиру, либо в агентство. Чемодан денег, договор, вам ключи, а вы деньги. И все. На этом заканчивается процедура оформления квартир. Проезжаем мы Киев-Конки. Сейчас он называется Донко. Здесь до сих пор пахнет сладким печеньем. Я думаю, кто из местных или даже кто помнит эти места, особенно летом в основном все форточки открывают, да и зимой через фильтр салона все равно запахи просачиваются. И здесь пахнет сладким печеньем. Ну, или шоколадом. Вот мы и добрались до Ждановской развилки. И сейчас будем ехать прямо. Слева у нас также есть автосалоны. Тут продают машины. Не забывайте писать. Может быть, пойдем снимем автосалон какой-то или рынок небольшой. Там есть, в принципе, пару задумок. Если вам интересна эта тема, сколько стоят машины в Донецке, какие они, то пишите. Пишите комментарии. Я думаю, мы заскочим и покажем вам цену. У меня есть еще один видеоролик на канале, где я ходил в автосалон. Он был открытый на улице и я там показывал вам цены. Ну, вот мы и добрались до фабрики игрушек. Здесь направо можно также выехать в сторону Азотного через дурную балку. А прямо мы выезжаем в Петровский район. Отбивают коммунальщики столбики. Наверное, будут подготавливать красить. И здесь тоже что-то делают. Кому интересно, здесь есть большая металлобаза, Мегаинвест, она называется. Там продают все для строительства. Можете зайти и посмотрите, кто не знает. спускается. Ну и спускаемся мы уже тоже в балку. Еще коммунальщики получили новые мусорные машины. Мусоровозы большие. Иномарки. Я их еще, к сожалению, не видел. Хотелось бы показать. А здесь, я не знаю, что-то уже будут делать. Такая чистилка. ресторан поместья гуляй хата. Что касается дорог, дороги здесь хорошие. Я в других городах был, мне есть с чем сравнивать. Поэтому даже мы отъехали от центра города, здесь нет ям. Большинство окраин в любых городах страдает, но здесь хоть как-то с этим борются. Скорее всего, что в 2011 году перестилали новый асфальт. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Потому что раньше на текстильщике было очень много ям. И латки делали, а не получались слишком высокие. И вы постоянно прыгали. То есть не было равномерного плавного хода. А вот эту дорожку перестелили и вот хоть как-то стало более-менее презентабельно все выглядит аж до трудовских. Сплошняком перестелили четыре полосы. Две в одну сторону и две в другую. Видите, сейчас тут такая дорога не сильно хорошая. Ну как? По сравнению с тем, что дальше будет, это считается плохой дорогой. Но ям здесь нет. Есть небольшие такие возвышенности. но серьезных ям нет. Дальше мы до гаража. Справа тут тоже новая дорога у нас. Перестелили ее. И по левую сторону, кто не знает, овощная база. Здесь самые дешевые цены на овощи. Там некоторые продукты продают. В основном там приезжают на фурах, больших машинах и выгружают достаточное количество продуктов. Кто любит запасаться на зиму вкусняшками, у кого есть подвал, либо место, где можно хранить эти овощи, то люди берут все-таки по оптовой цене и всю зиму кушают с подвала. Ну вот мы доехали до училища. здесь у нас любят поворачивать налево, поэтому мы уходим. также здесь я смотрю продают мед, выставка. Субботу здесь аншлаг. Вот эта вся левая сторона будет заставлена машинами. потихоньку люди возвращаются. Людей явно больше, чем в 2014-2015 году, поэтому как есть, все как есть. Это не выдумка, это не монтаж. такие вам ключевые точки сегодня покажу. Я думаю, всем все равно интересно будет, что на самом деле здесь происходит, какая ситуация. Как выглядит Донецк в 2020-м году? Доехали мы до текстильщика. Справа у нас обжора. Справа у нас тоже рынок Сокол называется. В основном там он больше идет подхозяйственный. Можно купить принадлежности для дома, бытовую технику и бытовая техника там немножко дешевле, чем в магазинах. Поэтому вам к сведению. Процентов на 10 цена ниже, чем в магазинах. В магазинах всегда делают накрутку. Доехали мы до моста Петровского. Под низом у нас проходят железнодорожные линии в сторону Мариуполя. В свое время там ездили электрички. Также справа был там авторынок. Загороженное такое место. И там продавали раньше машины. налево у нас там Каргил. Высоковольтная Мариупольская трасса. Ее также делали. Но к сожалению на этом все закончилось. Можно было поехать в сторону высоковольтной, выехать на мост спуститься и поехать по объездной дороге не через город, а через трассу в сторону Ашана в Пролетарском районе. Сигма-Лэнд. вот так, что касается дорог, вот смотрите, это свежая дорога. Сколько ей лет? Пять, наверное, шесть. То есть в хорошем состоянии. вот здесь должны были делать объездную кольцевую дорогу, строить мост и делать развязку со стороны Песок на Петровский район. Вот здесь должна была проходить эта высоковольтная дорога. объездная кольцевая. Почему высоковольтная? Потому что есть здесь линия электропередач, поэтому ее иногда называют высоковольтная. Да, есть со стороны Донецка в сторону Маринки идут большие такие опоры. И там подавали электричество. И плюс соединялась Кураховская ТЭЦ со Старобешевской Зуевской. Это все было закольцовано электроэнергия перераспределялась по пунктам. Это сложная, конечно, система. Все должно быть в меру. Не должно быть переизбытка электроэнергии, потому что ее нужно куда-то девать. Поэтому там как-то рассчитывали мощности. Это более такие специалисты могут рассказать, что там на самом деле происходит, как делили эту электроэнергию. Но принцип такой. Все, что вырабатывали, должно обязательно использоваться. Лишнего не должно быть. Вот мы и доехали до ГАИ. еще вот видите с зимы пооставалась разметка у нас еще в хорошем состоянии. Я не знаю какой краской они красят, но она еще есть. То бывает такое ездишь и уже разметки нет. Вот как здесь. Две сплошные хорошо видно, а разделительную здесь не очень. Ну вот у нас и площадь Победы, Петровское кольцо. Здесь тоже у нас есть рынок на Петровке, но небольшой. Женщина, давайте. С правой и с левой стороны у нас есть отделение банка, почты. Здесь можно облатить услуги по квартире, по коммуналке, можно купить скретч-карты, пополнить счет, ну и некоторые другие процедуры. Это еще у нас идет вся улица Петровска, я же говорю, одна из самых больших улиц в городе. Идете? слева у нас уже начинается рынок на Петровке. Он такой небольшой, в принципе нет людям резона ехать далеко, потому что все есть здесь поблизости. Дефицита продуктов нет. Подъезжаем мы к Тресту. Здесь у нас также работают коммунальщики, как видите. Их очень много, все в оранжевых мастерках. Вот так выглядит Петровка в 2020 году. Я в прошлом году приблизительно в такое же время снимал окраину Донецка. Поэтому кому интересно можете всегда зайти просмотреть и сделать определенные выводы. Амстор к сожалению он сейчас не работает. Да и большинство амсторов по Донецку закрыты. Доезжаем мы до 14 больницы. Конечная цель у нас будет поселок Трудовский микрорайон жилплощадка. Здесь у нас психбольница конечная 42А. Раньше лет 5-6 назад все останавливались на 14 больнице. Ну а сейчас перенесли конечную на психбольницу. Слева у нас будет поселок Брикетное. Видите дорожка новая еще. Ну как отличается по качеству по сравнению с тем что мы ехали там немножко ямы были. Но нигде ничего не тарахтит не бубанит. Ну знаете едешь по таким проселочным дорогам а оно со всех сторон бу-бу-бу-бу-бу-бу направо можно было повернуть выехали мы на шахту челюскинцев на десятую едем. Не знаю интересные вам такие выпуски или влоги вы обязательно напишите что думаете ездить ли по других интересных точках мне или все-таки лучше когда пешком я вам это все дело показываю. Ну пешком вообще-то можно пройти с центра города до Петровки я думаю с утра до вечера мы с этим делом справимся но тогда выпуск можно будет делить на 10 серий а так наглядно я вам все покажу как оно есть сейчас будем заворачивать мы на седьмую и уже ехать на жил площадку там у нас дальше автостанция трудовская с правой стороны там был рынок но сейчас он не работает кому интересно я это место уже показывал в предыдущих видеороликах заходите смотрите а сегодня мы поедем через седьмую и покажем вам самую западную часть города в Донецке также слева у нас шахта трудовская там будет и через поле уже Маринка и Красногоровка здесь также кто знает проехал я сейчас хлебобулочный комбинат здесь булочки делают хлеб пекут так и очень много здесь собак как только въезжаешь на окраину собак здесь многовато можно было поехать направо там проехать именно через сам поселок седьмую ну можно и поехать так дороги здесь тоже в хорошем состоянии в основном с окраин стараются перебираться ближе к центру во первых добираться чтобы добраться до города вам нужно отсюда поехать на девяносто третьем автобусе либо на шестьдесятом отстоять в очереди на сорок два а то дорога занимает около полутора часов вот и вы считаете полтора часа с утра полтора часа назад домой три часа у вас уходит только на одну дорогу поэтому люди стараются снимать квартиру в центре во первых ближе добираться до работы а во вторых ну не так все печально слева у нас шахта трудовская это мы уже выехали на центральную улицу рационализаторов микрорайона жилплощадка сейчас мы будем проезжать справа большой стадион тренажерный зал если сравнивать с центром Петровки то конечно это все отличается кардинально окраины есть окраины в любых городах где я только не был я вот приезжал в крупные другие места и на окраинах соответственно людей в любом случае меньше ну как есть все без преувеличений стадион большой и здесь центральная улица на жилплощадке все как бы чистенько аккуратно следят ведь бордюры беленькие единственное тут что-то не знаю порвало ларек морек нарек ну и в принципе все здесь свое время раньше была у нас столовая вот в таком она сейчас состоянии здесь также присутствует отделение почты направо у нас идет дорога в сторону 10 ну а это уже там дальше скоро у нас за горизонтом будет Маренко с Красногоровкой ну что на этом будем заканчивать этот видеоролик сегодня мы побывали в западной части Донецка Петровский район показал я вам город в 2020 году если вам понравился этот выпуск вы знаете что делать лайки ставьте на канал подписывайтесь с вами был Виконста пока пока